Ежегодно в России отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла Мефодия, просветителей славян. Кирилл и Мефодий перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, такие как «Избранные чтения из Евангелия», «Апостольские послания» и «Псалтырь». И тем самым они способствовали введению и распространению богослужения на славянских языках. Кирилл и Мефодий усовершенствовали, не изобрели, как это сейчас у нас в сознании внедрено, не изобрели, не придумали, а усовершенствовали. До Кирилла и Мефодия уже была богатейшая, многовековая славянская культура. К сожалению, сегодня крупнейшие историки признают, да, мы ничего об этом не знаем. Археология копает, но звуков камни не издают. Поэтому будем надеяться, что наши дети и внуки когда-нибудь насладятся той великой, многовековой славянской культурой, осколки которой мы видим в виде художественной самодеятельности, нарядов прекрасных. Это все просто была жизнь, в которой жили те наши предки. В этот день на праздничном мероприятии выступали многие творческие коллективы, как детские, так и взрослые. Особым успехом у публики пользовалось выступление хора под руководством Виктора Богатого. Хор исполнял произведения на русском и украинском языках, чем растрогал и одновременно порадовал любителей народной песни.